Приветствую вас и скорее, скорее нет, чем да, то есть вы скорее не останетесь одна, чем останетесь, потому что более высокий процент того, что вы все-таки вот встретите кого-то, и будете, ну, именно в отношениях. Другой вопрос, другое дело, другое дело, почему вы боитесь одиночества? Другое дело, сможете ли вы, если вы боитесь одиночества, сможете ли вы сделать счастливым другого человека? На мой взгляд, это довольно сомнительно. Как сомнительно и то, что, к счастью, вас может привести нуждаемость в ком-либо, потому что это делает вас зависимым. Зависимый именно от партнера. И, по сути, партнер ощущает, что вы за его счет решаете свои проблемы. Что, безусловно, не является чем-то хорошим, что, безусловно, не является чем-то спецепозитивным, что, безусловно, не является чем-то конструктивным и правильным для выстраивания отношений. Вот. Поэтому, история здесь, она, скорее, вот именно такая, именно такая, что в одиночестве вы останетесь вряд ли, именно в одиночестве вы останетесь вряд ли. Но, будете ли вы счастливее, если не будете одна, это большой вопрос. Потому что, опять же, вот, моя практика, да, свидетельствует о том, что человек, который боится одиночества, он, во-первых, склонен к тому, чтобы ревновать. Да? Вот. Во-вторых, он склонен бояться, склонен бояться потерять человека. То есть, он, как бы, вот, боится, что будет, ну, вот, потеря, боится остаться один, боится остаться без человека. И всё это, к сожалению, не даёт какого-то плюса, да, отношений. Всё это приводит, скорее, к, знаете, к такому, к такому негативу больше. Или, к излишней, например, ну, излишней, например, напряжённости это приводит. Да? Вот. То есть, история здесь, она такая. Примерно. Примерно. История здесь, она такая. Примерно. Вот. Значит, что нужно сделать? Что нужно сделать? Ну, в обязательном порядке, что нужно сделать, да? Нужно в обязательном порядке посмотреть на то, почему вы чувствуете себя одиноко. Из-за чего вы чувствуете себя одиноко. И сделать так, чтобы одиноко вы себя больше не чувствуете. Да? То есть, поработать, посмотреть, поисследовать себя, свои чувства и так далее. Вот. Как правило, проблема заключается в том, да, как правило, проблема заключается в том, что человек, значит, себя не принимает. До конца. Таким, какой он, какой он, вот. Есть, да? Человек себя не принимает. Не может себя принять. Таким, какой он есть. Вот. И, соответственно, отсюда и, с трудностями. Соответственно, отсюда и проблемы, проблемы возникают. Вот. Поэтому, данные проблемы вам нужно решить самостоятельно. Тогда вы, помимо того, что будете независимы, вы будете чувствовать себя свободнее. Вот. Чувствуя себя свободнее, вы сможете раскрыться как личность, сможете раскрыться как женщина. Вот. Ну, в тех же отношениях, например. И, это вам, по сути, пойдет только на пользу. В том смысле, да, что, ну, ну, в том смысле, что во всех отношениях будет лучше. Вам. Вот. Такие вот, такие вот универсальные, да, рекомендации, именно универсальные рекомендации могут касаться организации деятельности человека. То есть, с чем вы занимаетесь, что вам нужно, да, гармонии. То есть, гармония, это, тоже такой очень важный аспект. Внутренняя гармония, это очень важная история, и без нее вы не сможете, опять же, хорошо взаимодействовать с партнером своими. Вот. Даже если, даже если, даже если, кого-то встретиться. То есть, тут вся сложность заключается не в том, чтобы не быть одной. Сейчас сложность заключается в том, чтобы удержать человека. И именно, чтобы удержать его. То есть, чтобы этот человек не ушел от вас. Ну, последствия. Это гораздо, гораздо более, такая, такая задача. Не просто. Вот. Но это, это и то, что вам нужно сделать. Это то, что вам необходимо. Ну вот. Опять же, не менее, не менее важен такой момент, что если вы боитесь одиночества, то, скорее всего, вы себя не любите. Если вы себя не любите, то как вы можете любить, например, кого-то? Да, ну, кого-то, кого-то, кого-то другого. На мой взгляд, не можете. Вот. И именно поэтому, именно поэтому, и рекомендация такая идет вам, чтобы вы поисследовали себя, чтобы вы поработали над собственным. Но над собственной гармонией, над собственной ценностью. И тогда уже вам будет лучше. В любом случае. Не менее важный вопрос заключается в том, были ли у вас отношения вообще. Если были, то какие, и как они, как они развивались. Не менее важно то, кому именно вы задаете вопрос. Свой. То есть я хочу сказать, что момент здесь такой, что вроде бы вы задаете вопрос в психологию, но такое впечатление, что хотите, чтобы вам предсказали. Вот. Психологи предсказаниями не занимаются. То есть, если вы обращаетесь к эзотерикам, в данном случае, если вы хотите, чтобы вам догадались, предсказали будущее, вот. То лучше будет, если вы обратитесь именно, ну, именно в соответствующую категорию, в соответствующих разделах, вот. Там вам помогут, там вам помогут, вот. Вот, в принципе, то, что можно, можно вам сказать, то, что можно ответить вам, вот. Вот. Людей много. И... Вероятно с того, что вы реально... Будете... Одна. Очень мало. Ее практически... Ее практически нет. Вот. Но... Вопрос заключается не в том, будет ли вы одна или нет. Вопрос заключается в том, Какие проблемы вы решаете? За счет... Человека. Ведь... Кому-то может не понравится, что... Вы... Так поступаете. И... Мне кажется, что это... Очень... Важный... Момент, важная деталь. Чтобы вы не... Реализовывали за счет других. Ну, в данном случае, за счет своего возможного партнера. Вот. Чтобы... Свои желания. Вот. Свои потребности. Которые есть у вас. Чтобы вы реализовывали их самостоятельно. Вот. Понимаете? Какая история. Это, на мой взгляд, принципиально... Важная. Именно... С этим мы говорим об одиночестве. Кроме того... Одиночество, оно бывает разным по разным. И... Можно говорить о физическом одиночестве, а можно говорить о духовном. Так вот... А... Духовное одиночество... Не исчернет... А если... Вы будете с кем-то. А... А... Духовное одиночество не исчернет, если вы... Будете... Не одна. А... Поэтому... Соответственно... Духовное одиночество, это то, опять же, это ваша внутренняя неполнота. Это ваша... Внутренняя негармоничность. И... Соответственно... Для того, чтобы... Кхм... Не быть... Одинокой... Эээ... В духов... В духовном смысле. Вот. Ну и, опять же, преследовать. Чего вы боитесь, чего вы хотите. Насколько вы удовлетворены. Ну и так далее. Все эти аспекты... Эээ... Эээ... Подволят вам... Обрести... Гармонию. Обрести спокойствие. Эээ... 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 Адекватно выступать в отношениях. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего... Эээ... Самого доброго. И удачи. 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 Продолжение следует...